здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я объявил о том что я снизил цену на каникулах на свой курс биржа для чайников и один из моих подписчиков написал что ну видать у юра совсем дела плохо если он начинает распродажи делать и ну на самом деле это не так я просто хотел помочь людям с одной стороны но с другой стороны я задумался действительно а как же у меня дела надо им не подвести итоги на самом деле это надо делать потому что надо проанализировать всю прошлую деятельность за год и посмотреть что удалось что не удалось и что над чем надо работать и на самом деле я когда прикинул дела у меня действительно не так чтобы и хорошо я тут как-то сгоряча снял видео о том что у меня там в районе 300 тысяч рублей доходы но это было всего лишь там один или два месяца потом они несколько снизились и я никак не могу перескочить вот эту планку в районе там 200 50 тысяч вот ну никак и все застопорилась на этом месте хотя я работаю по-прежнему я развиваю канал у меня за год прибавилось 15 тысяч подписчиков youtube канал сейчас у меня является основным источником дохода и основными как бы видом деятельности я как предприниматель вот но тем не менее почему-то с доходами наступил стабилиздец вот и поэтому приходится вот задуматься на чем же стоит поработать может быть что-то стоит изменить вот я хочу вам во первых задать вопрос а вы свои доходы анализировали насколько они увеличились и увеличились ли они по сравнению с предыдущим годом ну вот у меня например похоже что они не сильно увеличились то есть но биржа для чайников как продавалась так и продавалась хотя что было приятно и приятное было следующее в 2018 году я провел четыре потока курса биржа для чайников а в 2019 всего два на доходах это никак не отразилось они остались такие же как и были то есть это здорово то есть получается что у меня эффективность увеличилась но в ровно в два раза собственно говоря какие еще доходы сказать ну акция при виде друга это вот там под каждым моим видео стоит ссылочка там карты теньков opencart и rocketbank я действительно считаю что это лучшие карты я их рекомендую и по этим акциям и тот человек который зарегистрировался по моей ссылке и я получаю какие-то там баллы или денежки вот ну там тоже там от пяти до семи тысяч рублей в месяц идет и здесь тоже полный стабилизация доход от youtube а то же самое значит никак не могу превысить там сумму в 300 долларов вот ну вообще никак за рекламу ну и мой пассивный доход от открытия тоже никак не перешагнет отметку там где-то в сто шестьдесят тысяч ну вот ну никак практически ну подбирался к этой отметке но не перешагивал еще сказать хотелось бы чтобы там было 200 там 300 тысяч не получается пока поэтому есть над чем поработать на самом деле на и и я начал задумываться какие же у меня слабые места но я смотрю например да на канале youtube у меня самые популярные видео которые приносят мне новых подписчиков во многом а многие новые подписчики которые смотрят меня на меня случайно попадают они смотрят на мои самые популярные видео и наоборот отворачиваются я так считаю потому что в число самых популярных там youtube выбирает какие-то видео абсолютно независимо от меня и самая моя наверно занудное видео на 40 минут попала список рекомендуемых народ смотрит плюется говорит но ты зануда и так далее и так далее и так далее я думаю что я попытаюсь это дело изменить и буду пробовать искусственным образом приподнимать те видео которые мне кажется наиболее интересными и удачными на самом деле то есть те видео когда я рассказывал что сравнивал недвижимость там и о фс мне кажется очень достойно получилось видео видео как растут деньги ну вот но она в принципе в самых популярных и там нормально вот те кто понимаете понимает кто не понимает но и бог с ними вот что еще какие видео про инвестиции про формирование портфеля последние мои видео мне кажется они тоже наиболее достойны и я буду их немножечко корректировать с числом просмотров ну каким образом буду платить за рекламу увеличивать количество подписчиков я уже как-то вроде бы освоил это дело немножечко я хочу приподнять это дело чтобы ну были по интересам все таки у меня были больше подписчиков в соответствии с направленностью моего канала для создания пассивного дохода через фондовый рынок через всякие инвестиции кроме того я собираюсь еще немножечко но меня и так смотрят уже в общем сказать но можно сказать во всем мире русскоязычные конечно же у меня направлено на русскоязычных пока но тем не менее я хочу дать больше пользы тем кто не является гражданами россии потому что для них московская биржа не очень доступна я хочу подсоединиться к интер брокерс и начать там потому что ну вот пора ну во первых а вторых но уже и по деньгам я наверное в принципе могу там от 2 5 тысяч долларов в принципе становится вполне нормальные комиссии что еще я хочу расширить немножечко список брокеров которыми я буду знакомить вас не только это будет открытие но вот уже буду тестировать ближайшее время мобильный терминал от бкс буду его сравнивать с мобильным приложением от открытия брокер то же самое сделаю с тиньковым это очень популярный брокер думаю сделать такой же обзор по финаму и там у финама есть очень тонкие места над которыми в общем сказать я боролся с финамом говорю исправьте они никак не исправляют ну не знаю придется работать с тем что есть вот и бы по-прежнему я не хочу мне не интересен сбербанк мне тоже честно говоря мало интересен ну от него толку ты не добьешься только популярность канала можно повысить и все вот ну как вы понимаете с финамом из бкс можно договориться о взаимовыгодном сотрудничестве не без этого потому что ну не буду же я сказать бескорыстно во всем рассказывать вот но тиньков там все понятно естественно и но это наиболее кстати интересные брокеры до альфа и втб ну выпадают из моего внимания честно говоря потому что ну они ко мне просто не обращались надо сказать что бкс сейчас сделал очень серьезный ребрендинг мне он сильно больше нравится это во первых а вторых вот на встрече с инвесторами в открытии меня я встречаюсь и есть очень многие серьезные и инвесторы с большими деньгами они в общем-то многие в бкс а тоже но и бкс это крупнейший брокер почему он интересен то потому что по оборотам самый большой самый крупный брокер это это бкс и я работаю по-прежнему самыми крупными брокерами естественно это ну первая тройка это бкс открытие финам собственно говоря это самые крупнейшие по оборотам брокеры там кто дальше идет я не знаю сейчас сбербанк по количеству клиентов набирает помню не тиньков по количеству клиентов набирает но в принципе по оборотам они там где-то пониже будут чем открытие чем бкс и так далее поэтому буду там где большие деньги собственно говоря это наверное интересней чем там где ну как сбербанк банк для бедных я был убежден но так оно и есть на самом деле и посмотрите вот опять же сбербанка какие продукты дает 10 процентов годовых у открытия 20 процентов годовых но открыть это интересней ну да там входной порог побольше но зато интереснее вот такие планы такие у меня задумки да и и дальше вот например биржа для чайников но мне уже не так интересно во первых во вторых курс биржа для чайников пользуются популярностью большой именно в записи а живой пользуется намного меньшей популярностью и мне он стал не так интересным потому что насколько можно одними тем же заниматься я сейчас планирую больше внимания уделять опционам я изучаю этот новый интересный материал я изучаю американский рынок в этой связи будет интер брокерс там новая другая пола торговая платформа мне это очень интересно вот поэтому я буду этому большое внимание уделять ну а потом после того как я освою ну достаточно хорошо опционы и опционные стратегии сам бог велел заниматься алгоритмической торговлей потому что я смотрю там где опционные площадки там где торговля по опционам это все мои соперники это эти роботы бессловесные куда ни глянь сплошные но значит и я буду делать что-то роботизировать то есть планирую писать какой-то алгоритм и возможно с теми людьми которые пройдут со мной вот курс по опционам соответственно вот такие у меня планы напишите чтобы вы хотели от моего канала какие новости что вам интересно ну а я постараюсь учесть ваше замечание конечно же творчески потому что все-таки решать буду я я привык брать на себя ответственность и я буду это делать и и и вам я того же советую сказать то же самое делать что бы вам не советовали какой-нибудь демитков юрий там кира юхтенко сергей елисеев или даже гусев смотрите смотрите решение всегда только за вами и принимаете решение только вы поэтому осваивайте грамотность финансовую я буду в мире сил вам помогать и до встречи к новым победам совместным спасибо за внимание с вами был демитков юрий